При поддержке паблика Жизнь Ютуб. Тыщ всем привет. Меня зовут Топа. Мы с вами иногда говорим неправду и отрицать это бессмысленно. Неправду можно сказать своему другу, своим родителям или своим коллегам и они может быть поверят в ваши байки. Они же не детектор лжи в конце концов. С другой стороны, работает ли настоящий детектор лжи? Давайте разберемся. Начнем с того, что это название в корне неверно, потому что эта машинка не может фиксировать ложь вообще. Другое название полиграф и к вранью оно никакого отношения не имеет. С греческого языка полиграф переводится как много писать и действительно изначально это было просто машиной, которая регистрировала много всего, например дыхание, сердечную активность и так далее. Разработал ее Уильям Марстон, психолог и что самое забавное этот же человек придумал такого персонажа для комиксов как чудо-женщина. Очень странная связь, но она так и есть. Лассо истины, самое знаменитое оружие чудо-женщины. Оно заставляет противника рассказать всю правду. Вот такая вот забавная отсылка. Все описывают полиграф как сверхточное изобретение, способное распознать ложь и правду. На сайтах, где их продают вообще говорят, что никакой ошибки быть не может. Так ли это? Олдридж Эймс работал в ЦРУ, но был шпионом для Советского Союза. Так вот, проходя тесты на полиграфе, он откровенно лгал, но тест ничего не выявил. Позже он сказал, что просто не волновался. Окей, это шпион, их этому обучают, но тогда как вам следующие истории? Гэри Риджуэй. Серийный убийца. Он убивал женщин одну за другой. Его поймали, но он был лишь подозреваемым. Он с легкостью прошел тест на полиграфе, его отпустили и он радостный пошел убивать еще 40 женщин. Зато другой невиновный подозреваемый этот тест провалил. Чарльз Каллен или ангел смерти. После одного убийства он прошел тест на полиграфе, который показал, что он невиновен. Он пошел и убил еще 39 человек. Ну и напоследок всем известный Эдвард Сноуден, который рассекретил информацию АНБ. Он тоже без проблем прошел тест на полиграфе. И таких примеров много, просто эти самые известные. Но виноват ли полиграф? Очевидно, что да, но на самом деле нет, ведь он только фиксирует какие-то измерения, а как их трактовать решает уже полиграфолог. Это человек, который сидит за аппаратом и выносит финальный вердикт. Может тогда он виноват? Об этом чуть позже. Мы бы с вами точно не прошли бы тест на полиграфе, даже если привыкли врать направо и налево. Но почему? Потому что очень сильно бы волновались. Это значит, даже если вы не виновны, вас все равно обвинят. Откуда такие выводы? Исследование национальной академии наук в 2002 году опубликовало отчет, где сказано, что если среди 10 тысяч человек есть 10 шпионов, то 8 из них были бы пойманы. Неплохо, да? Только вот вместе с этими виновными вы бы уличили еще 1598 невиновных людей. И как из этих виновных найти настоящих виновных? Посадить всех? Но это уже больше похоже на охоту на ведьм. Между прочим, именно так сказал сенатор Сэм Эрвин. Сама академия наук говорит, что применение полиграфа ненадежно, ненаучно и предвзято. Получается, даже если вы не виновны, вы все равно будете волноваться, проходя этот тест и все вокруг подумают, что вы говорите неправду. Да, вы распознаете почти всех лжецов, но при этом вы обвините намного больше невиновных людей. В жестокой реальности полиграф дает правильный результат только лишь примерно в 70%. Это намного меньше, чем заявлено. Это как 50 на 50. То есть эта сложная техника дает результат чуть лучше, чем бросок монеты. И это говорит известный полиграфолог Дэвид Ликен. Почему тогда все вокруг верят этой машине? А все просто. Телевидение и СМИ не оставляют нам другого выбора. На пусть говорят детектора лжи. В программе детектора лжи тоже детектор лжи, как бы тупо это не звучало. В сериалах и фильмах тоже. Два вопроса. Был ли полиграф? Подожди секунду. Был ли полиграф? Полиграф? У кого? Детектор лжи. И нигде никогда результат не оспаривают и принимают как нечто 100% правдивое. Все верят в то, что он работает, даже если на самом деле он не работает так, как о нем говорят. Полиграфолог Клифф Бакстер однажды захотел подключить детектор лжи к растениям. Как вы думаете, что произошло? По его словам, полиграф показывал, что растения реагируют на происходящее, читают мысли, чувствуют страх и боль. Он даже книгу об этом написал. И что это означает? Что полиграф фиксировал, что попало, только не то, что нужно. Ведь сама эта идея с чувствами растений антинаучна и не признана учеными. Ведь у растений нет нервной системы. Подключите к нему искусственную женщину и он что-нибудь да покажет. Но это не точно и проверять не нужно. И расслабьтесь, растения не чувствуют боли. И еще кое-что. Сам полиграф не может улечить вас во лжи. Это делает опытный или неопытный полиграфолог. Человек, который тоже может совершить ошибку. Все показания на приборе субъективны и могут быть вызваны различными факторами. А верить показаниям или нет решает сам человек, который сидит за этим прибором. Если вы ему не понравились, если у него сегодня плохое настроение, то результат может быть совершенно другим. На заданный вам каверзный вопрос ваше тело может отреагировать воинственно. Вы убили 500 человек в Африке? Что? Конечно нет. Я там даже не был. Ой-ой-ой-ой. Вы были в Африке? Нет, я же говорю не был. Проверьте штампы в паспорте. Вот это да. У вас паспорт есть? Конечно есть. Мда. Таких запущенных случаев я еще не видел. Вы дебил. Сломался, наверное. Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси, заставил всех сотрудников госавтоинспекции пройти тест на полиграфе. Каждый третий его не прошел и их уволили. Каждый третий преступник или же каждый третий раз полиграф просто ошибался. Шуневич сказал, погрешность может быть около 5 процентов и я могу пожертвовать этой частью. Но мы-то с вами знаем, что погрешность намного больше и его слова можно трактовать вот так. Невиновные будут уволены. Но мне как-то все равно. Ученые не принимают полиграф. Они говорят, что это скорее не наука, а творчество. А почему бы и нет? Полиграфолог может из увиденных результатов напридумывать все что угодно и трактовать это как угодно. Он может отпустить на волю преступника, а может задержать невиновного. Именно поэтому полиграф считают самым спорным атрибутом в судебных делах. В каких-то странах это считается доказательством, а в каких-то нет. Но преступники рано или поздно сядут. Просто из-за полиграфа могут пострадать сотни невиновных. В наше время полиграф часто используют в крупных фирмах, где вероятны кражи. Психологи говорят, что эти люди используют полиграф только для того, чтобы запугать людей. Ведь когда ты садишься на стул и к тебе подключают датчики, тебе уверяют, что никакой ошибки быть не может. На тебя давят и тебе подсознательно уже не хочется врать, ведь ты знаешь, что тебя поймают. Можно я пойду? Да эта штука все равно не работает. И бывший полицейский Дук Уильямс утверждает, что это лишь инструмент для запугивания людей, не более. Такие дела. Ребята, мне было очень интересно искать информацию для вас. И я надеюсь вам было интересно смотреть. Все сказанное мной не должно быть воспринято как чистая правда. Просто проверяйте все сами. Все ссылки в описании. Где я? Неважно. Я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Начнем. Вы когда-нибудь накручивали подписчиков? Ну что, серьезно? Вы видели, сколько у меня подписчиков? Конечно, нет. Когда выйдет новое видео? Очень скоро. Я не знаю, кто ты. Я не знаю, где мы находимся. Но ты знаешь, что у меня есть целая армия подписчиков. 12 тысяч. И, возможно, в данный момент они уже ищут меня. И, возможно, они уже окружили дом. И стоит мне дать команду, они найдут тебя. Они найдут тебя и убьют. Блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok